23 марта – памятная и скорбная дата в истории нашей малой родины. Ровно 80 лет назад была освобождена станица Славянская от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в городе прошли торжественные митинги и праздничные мероприятия. О том, как Славянск на Кубани встретил очередную годовщину своего освобождения, смотрите в материале Андрея Вишневского. Вот уже 8 десятилетий прошло с того памятного дня, когда солдаты и офицеры Красной Армии стремительным штурмом преодолели водную преграду, реку Протоку и освободили станицу Славянскую от гитлеровских захватчиков. Закрепившиеся на речном берегу оккупанты отчаянно сопротивлялись наступающим войскам, но желание победить было неудержимым, а сила и мужество наших войск не знали никаких преград. И поэтому каждый год 23 марта в день освобождения славянцы от мала до велика приходят именно сюда на место форсирования реки с тем, чтобы почтить память героев. Я пришел сюда, чтобы почтить память наших героев, потому что ровно 80 лет тому назад, 23 марта 1943 года, наши солдаты освободили наш город от немецко-фашистских захватчиков. Для меня большая честь участвовать в митинге «Возвлекать цветы». До сих пор в памяти славянцев подвиг воинов 295-й и 389-й стрелковых дивизий, которые, сломив сопротивление врага, освободили станицу Славянскую. Все памятные мероприятия посвящаются тем, кто прошел войну, не предавая себя и других. Прошел шаг за шагом, год за годом, боль за болью, потому что не было обратного пути, потому что была впереди только одна цель – это победа. И вот уже 80 лет мы помним подвиг легендарного поколения освободителей. Наши предки дали нам пример лучших человеческих качеств, трудолюбия, патриотизма, сплоченности. Слова искренней признательности неизменно звучат в адрес мирных тружеников, которые в тяжелейших условиях восстанавливали красоту и богатство нашей Родины. Участники Славянского отделения Всероссийского движения «Юнармия» в рамках торжественного мероприятия отправились к памятнику воинам-освободителям «Вечная слава павшим за Родину», расположенному на старом кладбище для возложения цветов. Самые искренние слова прозвучали в этот день в адрес солдат Победы от нашей молодежи. После минуты молчания в честь памяти павших состоялось возложение венков и живых цветов к памятному знаку воинам-освободителям на месте форсирования. В заключение мероприятия под звуки оружейного залпа на воду реки Протоки был спущен траурный венок в память о героях, освободивших станицу Славянскую. Венок, покачиваясь на темной весенней воде под звуки печальной музыки, поплыл по течению. Празднование освобождения станицы Славянской продолжилось в парке «40 лет Победы» в центре города. Сюда пришли представители власти, правоохранительных органов, ветераны вооруженных сил, школьники и студенты, общественники. Глава Славянского района Роман Сенеговский сказал, что этот день – один из главных праздников муниципалитета и героический день в истории нашей малой родины. Из сердца каждого из нас наполнено чувством гордости и благодарности воинам-освободителям, нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла, всем, кто сражался за мир и благополучие на Славянской земле, кто восстанавливал станицу в тяжелый послевоенный период. Сегодня каждый из нас как никогда глубоко осознает значение Великой Победы, важность сохранения независимости России, ответственность за судьбу нашей страны. Мы гордимся нашими земляками, которые участвуют в специальной военной операции, обеспечивают защиту и безопасность Российской Федерации и нас с вами. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла, всем защитникам Родины за боевой и трудовой подвиг. Мы снова, как и раньше, переживаем радость победы и скорбим по погибшим героям. От имени Славянского совета ветеранов, собравшихся, поздравил его председатель. 80 лет назад бойцы Красной Армии освободили станицу Славянскую. В этот день, 23 марта 1943 года, ранним утром, началась переправа через реку Протока. Наступление завершилось полным освобождением нашей станицы. Слова благодарности мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем тем, кто ковал победу на полях в сражении и в тылу. И они с честью прошли этот путь. Славянская молодежь хорошо помнит о том, какой ценой было завоевано счастье, и они почитают павших за свободу воинов. Не знаем ужаса войны, но глубоко уважаем и чтим подвиг советского народа, подвиг тех солдат, которые в кровоприлитных боях отстояли нашу родную землю и освободили нашу малую родину от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним всех, кто отстоял независимость нашей родины, защищал Отечество и будущее своих земляков. 23 марта – день освобождения станицы Славянской. Навсегда вписан в память всех славянцев. Это великий день всех поколений жителей нашего района. В рамках проекта «Времен связующая нить» и всекубанской акции «Стафета поколений» состоялась передача переходящего штандарта акции от Красноармейского к Славянскому району. Затем венки и цветы были возложены к Вечному огню и к мемориальным комплексам парка. «Два, три, четыре, пять, шесть. Добро пожаловать!» «Два, три, четыре, пять, шесть. Добро пожаловать!» «Движная мирная жизнь была завоевана дедами и прадедами, которые для этого не пожалели своего здоровья и жизни». «Это очень светлый праздник. Он сравнивается с праздником Победы. Потому что Победа была после 43-го года. Люди стали мирно жить, стали начинать трудиться, начинать колхозы, которые не давали делать. Поэтому большое-большое спасибо нашим освободителям, которых уже не осталось почти. Есть один, живет в Новороссийске, который освобождал Славянский район, и Станицу Анастасиевскую. Поэтому я всех-всех поздравляю с праздником, желаю всего самого доброго». «Год назад в нашем лицее создался инормейский отряд «Юный патриот». Я являюсь его командиром. В нашем лицее огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию, а также истории Кубани и России. Для нас большая честь принимать участие в памятном мероприятии освобождения Станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Вечная память героям». Завершилось памятно мемориальное мероприятие акции «Сад памяти», что уже становится традиционной. Глава Славянского района, председатель Совета муниципалитета и другие представители районной власти приняли активное участие в посадке деревьев, которые украсят прекрасный городской парк. Волонтеры помогали участникам акции. «Для меня большая честь принимать участие в памятном митинге, а также в закладке «Сада памяти». Я уверен, что эта дата очень важная для нашего города и нашего района. И я буду чтить и помнить нашу историю, знать ее». Славянцы знают, что цена победы была очень высокой, и берегут память о героях. И деревья, которые вырастут и зашумят здесь густой листвой, лишь скромная дань благодарной памяти. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».